МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность номер один. 470 школ Республики в День знаний примут 127 тысяч учеников. Праздник при любой погоде. Тысячи новочебоксарцев поздравили любимый город с днем рождения. Была остановка конечная, стала промежуточная. Маршруты сразу нескольких городских автобусов и троллейбусов станут длиннее. Вопросы развития перерабатывающей промышленности обсудили сегодня временно исполняющие обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев и генеральный директор фабрики «Оконт» Валерий Иванов. Руководитель ведущего предприятия ПК рассказал о своих планах. По предварительной оценке объем производства должен вырасти и составить 8 миллиардов рублей. В свою очередь Михаил Игнатьев отметил, что предприятие заставляет весомую долю в структуре экономики и дает значительное отчисление в бюджет Чуваши. Зарубежные санкции, если и повлияли на его работу, то только в положительном смысле. На «Оконде» воспользовались ситуацией и увеличили объемы производства. Что касается спроса на продукцию, то он устойчиво высокий. Сегодня на еженедельном совещании временно исполняющего обязанности главы Чуваши обсудили вопросы готовности учебных заведений к новому учебному году. В 470 школах республики завтра сядут за парты более 127 тысяч учеников. Коснулись и проблем. В этом году на подготовку к 1 сентября выделили 512 миллионов рублей. Удалось оснастить новым оборудованием столовые, отремонтировать крыши и спортивные залы. Однако три школы республики принято с замечаниями. Удалось решить проблему охвата дошкольным образованием детей с трех лет. Более 70 тысяч малышей ходят в детские сады. В этом году увеличивается количество первоклассников, поэтому во многих школах будут вторые смены. В 2016 планируют начать строительство новых школ, которые помогут решить эту проблему. А вот число девятиклассников наоборот сокращается. Если в какой-то школе в этом году 10 класс не открывается, это не говорит о том, что в следующем году 10 класс здесь не может появиться. Если дети будут, соответственно, 10 классы тоже будут. Тема среднепрофессионального образования. В этом году августовской конференции мы посвятили в целом профессиональное обучение, профориентации наших детей. И сегодня мы видим, что после 9 класса более половины детей идут получать среднепрофессиональное образование. А после этого часть детей, 27 процентов примерно, идут после техникум высшее образование. Михаил Игнатьев поинтересовался, когда подрядчик закончит реконструкцию моста через Большой Цивиль. Сроки сдачи постоянно переносились. Сейчас называют дату 5 сентября. К сожалению, были задержки с поставками инертных материалов. Достаточно долгое время перебазировался подрядчик Башкира Автодор. Но я уже сказал, что на сегодняшний день начато устройство асфальтобетонного покрытия. Есть задержки с поставкой асфальтобетона со стороны поставщика. Управляйте в ручном режиме. Быстрее надо запустить этот мост. Жители, которые приезжают, они не знают, как это мост. Это федеральные полномочия. Еще одна проблема – обрушение входной группы дома на Дементьево-2. Туда в апреле 2015 года были переселены жители ветхих домов. Но летом началось разрушение строения. Минстрой Чуваши провел обследование дома. Выяснилось, что работы велись зимой, а весной и летом из-за оттаивания грунта произошла осадка конструкций. В ходе обследования наличие трещин в конструкции жилого дома самого не выявлено. Застройщикам, как я уже сказал, СУОР было взято обязательство по завершению устранения недостатков, которые были обнаружены в срок до 21 августа текущего года. Но в связи с тем, что сами работы были достаточно трудоемкими, не были завершены в установленный срок. Сегодня нам застройщик СУОР обещает, что до 15 сентября планирует полностью завершить эти виды работы. Михаил Игнатьев поручил кабинету министра взять на контроль сложившуюся проблему с домом на улице Дементьева, чтобы люди, которые переехали из ветхого фонда, жили в нормальных условиях. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В преддверии 1 сентября успели не только отремонтировать, но и оснастить учебное заведение новейшим оборудованием. Часть его была приобретена на грант главы Чуваши. Аликовская школа имени Ивана Яковлева получила грант в размере 200 тысяч рублей. Новые образовательные технологии, индивидуальные программы обучения, мастерство учителей и старания учащихся. Таков секрет успеха Аликовской школы имени Ивана Яковлева. Владислав Волоков работает директором уже 6 лет, хотя педагогический стаж более 20. Еще в 2005 году школа одной из первых внедрила электронные дневники и журналы. Следующим шагом стало создание интерактивных классов. Грант, который мы получили, мы намерены направить на разработку новых образовательных программ, на развитие дистанционных образовательных технологий и на укрепление материальной базы, в первую очередь в сфере информационных технологий, на современные компьютеры и информационное оборудование. Школа в селе Аликово одна из старейших. Существует с 1898 года. Жители гордятся тем, что в ее открытии участвовал Иван Яковлев, внесший большой вклад в становление и развитие чувашского языка. Здесь учатся 610 детей из 40 ближайших деревень. Ежедневно на занятия детей возят три специальных автобуса. В штате 59 педагогов и 8 из них имеют высшую категорию. Совсем недавно школа в очередной раз приняла участие в 10-й Всероссийской открытой Олимпиаде юных геологов, которая проходила в Тюмени. Команде «Кристалл» из Чувашии удалось обойти коллег из Калининграда, Казахстана, Таджикистана, Бурятии и Кыргызстана. Помогла ребятам преподаватель географии Людмила Петрикова. Проект «Геология и мы», в который ребята объединили все исследования, удостоился высшей оценки жюри. За многовековую историю стен Аликовской школы имени Ивана Яковлева вышло немало знаменитых выпускников. Это чувашские поэты Илья Тукташ и Никифор Васянко, доктор биологических наук Геннадий Сапожников, журналист, языковед, гурий комиссаров. Эту традицию обязательно продолжат нынешнее поколение. Учителя школы по-прежнему готовы нести разумное, доброе, вечное. Татьяна Белова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. А в Чебоксарах в преддверии 1 сентября в срочном порядке ремонтируется часть подъездного пути к гимназии номер 4. Напомним, три недели назад из-за строительных работ, ведущихся совсем рядом с учебным заведением, дорожное полотно обвалилось. Это основной путь подъезда к 4 гимназии. На территории строительной площадки два капитана. В начале августа в нижней части котлована размок грунт. Из-за этого дорога и рухнула, объяснили тогда застройщики. Теперь забор, отделяющий стройку от внешнего мира, сдвинули, как сдвинули и саму дорогу. Она будет проходить по территории небольшого сквера. Встревожены жильцы рядом стоящих домов, обеспокоены родители и ученики. Ну, во-первых, это очень неудобно, потому что проезжая часть стала меньше и пешеходная часть тоже. На машине очень опасно заезжать, так же, как и ходить здесь. На площадке стало опаснее играть. Это минус, по-моему, то, что здесь стройка такая и обвал дороги. Здесь у нас обычно большой поток автомобилей, потому что родители привозят своих детей в школу. Я не знаю, как будет происходить движение при этой стройке. Мы все возмущены, жители, потому что у нас, как говорится, не подойти, не подъехать. Мы очень боимся, как говорится, за жизнь детей своих. Достройка немного, наверное, будет мешать людям подъезжать к школе и привозить своих детей к школе. Вплотной восстановлением полотна занялись последние августовские дни. В администрацию города поступают многочисленные жалобы от жителей данного микрорайона по поводу того, что была разрушена проезжая часть автомобильной дороги, заезда, проезда к их домам и к школе. Тем более, что это произошло в преддверии 1 сентября. Нами с застройщиком была проведена определенная работа и достигнут договоренности о том, что силами застройщика будет обустроен новый проезд. Данные работы в настоящий момент ведутся, вы видите, да, и данные работы будут завершены сегодня. По словам застройщика, ширина дороги останется прежней, и по ней свободно смогут проехать два автомобиля. Кроме того, в будущем, когда старую часть дороги восстановят, дорожное полотно обещают расширить. Алексей Табинов, Олег Якимов, Республика. В городах Чувашии началась продажа сельскохозяйственной продукции «Дары осени». Практика прошлых лет показала, овощные ярмарки пользуются спросом среди горожан. Качественная и экологически чистая продукция поступает на прилавки без посредников, а следовательно и без дополнительных наценок. У горожан появляется возможность запастись всеми необходимыми сельхозпродуктами на зиму, а у сельхозпроизводителей найти покупателей и реализовать излишки. Картофель идет у нас на ура, продается он очень быстро, где-то машину в день продаем. У нас уже торговля идет лет 5-4 года, у нас постоянные клиенты, покупатели. Народ доволит, не жалует. Не у всех есть возможность довезти в город большое количество продуктов своими силами. В помощь производителям организована работа машин доставки. Кроме того, на рынках им выделены места для продажи совершенно бесплатно. Вон и рынок хороший, он помогает нам, место он уступает, все, рынок хорошего построили. А то куда идти? Торговаться, Чебоксар далеко? Вот сюда идем. Килограмм картофеля на ярмарке стоит от 10 до 12 рублей, моркови от 15 до 20, свеклы от 10 рублей и репчатого лука – 17 рублей. Совсем скоро на ярмарке выходного дня поступит урожай свежей капусты. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев в субботу провел в Чебоксарском районе. Посмотрел, как идет заготовка зерна, поздравил жителей деревни Индии Меркосы с открытием фельдшерско-акушерского пункта и принял участие в торжественном открытии Янышской школы. Уборка урожая в самом разгаре. Шум комбайнов слышен даже ночью. В этом году посевная площадь Вуалоп-Приволжская составила почти 2500 гектаров. Хозяйство с каждым годом вводит в оборот дополнительные пустующие земли. Теперь основная задача убрать оставшийся урожай. Хотя посевные работы озимых культур тоже набирают обороты. Как отметил Михаил Игнатьев, сельское хозяйство в республике развивается динамично. И это идет на пользу как потребителям, так и предпринимателям. Риски берут крестьянско-фермерские хозяйства, руководители хозяйств разных организационно-правовых форм. Но результаты хорошие практически. Они думают не только как бы убрать там концы с концами и свести. Они уже считают миллионные прибыли. Программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в Чувашии длится уже три года. Сегодня в деревне Индимиркосы местные жители пришли посмотреть на современный медицинский модуль. Мы очень рады, что нам построили такой новый, светлый, яркий, оснащенный фельдшерский пункт. До этого мы принимали больных в старом ветхом здании. Здесь по сравнению с тем, что было, это небо и земля. Нам тут будет работать очень приятно, очень уютно. Оборудованные комнаты для детей, для осмотра женщин, процедурные кабинеты. Совсем скоро в Чувашии откроется сотый по счету ФАП, но республиканскую программу решено продлить. На ближайшие годы запланировано построить еще 50 медицинских пунктов. Не менее пристальное внимание образованию. Ученики нескольких деревень Чебоксарского района 1 сентября сядут за новые парты. Взамен старого здания Янышской школы в деревне открыли настоящий образовательный комплекс. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным учебным учреждениям. Для дошкольных групп выделено 40 мест, а для учеников 165. Школа оборудована так, чтобы учащиеся могли развиваться всесторонне. Здесь есть два бассейна, зал для единоборств, тренажерный зал и множество других спортивных сооружений. До школы детей из окрестных деревень будет подвозить автобус. Здесь все условия созданы для того, чтобы ребенок учился, воспитывался, занимался спортом, закаливал свое здоровье. И данный проект, он востребован у нас в республике, в других территориях, но и не только, и за пределами Российской Федерации. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши отметил, что это не последняя школа такого уровня. В планах строительство 30 новых школ в республике. В этот же день 270 лет со дня основания отметил поселок Кудесио. Центр Чебоксарского района гостеприимно распахнул свои двери гостям праздника. На площади физкультурно-оздоровительного комплекса «Улыб» развернулась спортивная и концертная программы. А лучшие жители поселка получили заслуженные награды. Алексей Табинов, Олег Якимов, Республика. В эти выходные на Чебоксарску исполнилось 55 лет. Массовые зарядки, спортивные фестивали, творческий бульвар. Для новочебоксарцев подготовили большое количество праздничных мероприятий. Провести их не помешала и дождливая погода. На юбилейных торжествах побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Пасмурная погода ни для кого не стала поводом отлынивать от утренней зарядки. Праздничный день с гимнастики на свежем воздухе решили начать во многих дворах города Спутника. Для жителей улиц и воинов, интернационалистов зарядку проводил чемпион Европы по кикбоксингу Артур Жишокин. К любителям спорта присоединился и временно исполняющий обязанности главы республики. То, что вы вышли на утреннюю зарядку, вы практически победили себя. Сила духа, сила воли, сила мужества всегда помогает продвигать все те трудности, которые возникают в реальной жизни. Я хочу пожелать вам задора, вытрости, вдохновения. Раздраствует спорт, раздраствует город Новочебоксарск. Только в этом дворе на зарядку со звездой вышли более 100 человек. Вместе со школьниками на массовой гимнастике разминались и пенсионеры. Я работаю директором спортивной школы, и поэтому мы все здесь, вот все дети здесь вышли на зарядку, на мероприятие такое. А мы в любую погоду, а зимой же Лыжья России в любую погоду выходим. И кросс-нации, и в дождь, и в слякоти, в любую погоду мы выходим. Жители этого двора тоже собрались на массовую гимнастику, правда китайскую, ушу. Мастер-класс для горожан проводили чемпионы мира. Все эти же руки очень простые. Делаем, поднимаем руки, делаем вдох, не устраиваем руки, делаем выдох. А на главной площади города своими силами мерились атлеты из более чем 10 регионов страны. Но в Чебоксарску Жене первый год принимают у себя престижные соревнования по кроссфиту. Чтобы одержать победу, их участникам было необходимо больше всех поднять штангу и не менее 30 раз запрыгнуть вот на такую высоту. Свои силы решили проверить руководители города-спутника. И мы приобщим всех к нашему любимому спорту. Нам сегодня 55 лет нашему городу. Какая дата, какие славные года. Еще вы мудростью богаты, еще вы хватки хоть куда. И разрешите пожелать всегда вам выглядеть на пять. Стихи и песни на Чебоксарску в его день рождения посвящали и старосты домов, и артисты местных ансамблей. В городе-спутники решили не отставать от столицы республики и развернуть свой творческий бульвар. Подделки здесь презентовали мастера народных промыслов и уличные художники. Праздничную атмосферу на бульваре создавали и юные певцы. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши отметил, что у жителей этого города можно поучиться креативу. Минрик Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. В день рождения Новочебоксарска свои двери после капитального ремонта распахнула и местная поликлиника. Открытие реконструированной поликлиники – настоящий подарок для 60 тысяч горожан. Она обслуживает 50% населения Новочебоксарска. Капитального ремонта это здание не видела давно. Теперь это современный медицинский центр, говорят пациенты. В том крыле столько времени пустовало помещение, а сейчас такую красоту навели. Кабинеты сделали красивые, чистые. В поликлинике установили самое современное оборудование. На оснащение кабинетов из бюджета было выделено более 4 миллионов рублей. По-новому стала работать и регистратура. Чтобы попасть на прием к медикам, пациенты должны получить талоны в специальном инфомате. Это стало удобно для больных, не создаются очереди у кабинетов. И быстро оказывается амбулаторная помощь. Если какая-то острая патология, у нас сейчас создан кабинет неотложной помощи. В поликлинике после реконструкции заработал многоканальный колл-центр и кабинет лабораторной инструментальной диагностики. За последние годы в систему здравоохранения Новочебоксарска вложено немало средств. Мы выделяем средства на капитальный ремонт, на текущий ремонт, оснастили соответствующим оборудованием. За последние годы мы для учреждения здравоохранения города выделили почти 370 миллионов рублей. В ближайшее время в Новочебоксарске откроется и современный торговый комплекс. Здание уже возведено, завершаются отделочные работы. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши отметил, что здесь будут созданы условия для цивилизованной торговли. Именно сюда планируют перевезти павильоны, которые сейчас хаотично располагаются на территории городского рынка. Медриковалев, Сергей Ляпчиков. Республика. В честь юбилея на центральном стадионе города Спутника состоялось масштабное театрализованное шоу. На праздничной сцене вручили государственные награды. Долгожданный подарок получила и детская музыкальная школа, сертификат на новый рояль. У городских властей амбициозные планы. Временно исполняющие обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы в Новочебоксарске было открыто несколько крупных производств, создано сотни рабочих мест. А в ближайшее время здесь работает полигон твердых бытовых отходов. В городе отремонтировали 100 дворовых территорий и конструирован ряд дорог. Сегодня у нас началось строительство. Это достаточно большое количество квадратных метров, которые мы должны построить. Как в этом году, так и в следующем. Это очень важно. Когда сегодня строители работают, значит работают и все. Я думаю, что у нас много появится рабочих мест. И наши молодые люди никуда не будут уезжать. 13 сентября – день выборов главы Чувашской республики и депутатов органов местного самоуправления. 2 сентября начнется предварительное голосование. На прошлой неделе были напечатаны бюллетени, сейчас они переданы в территориально-избирательные комиссии. Сегодня будут готовы плакаты с информацией о кандидатах. Данный информационный плакат должен быть размещен во всех помещениях для голосования 13 сентября. Поэтому тираж небольшой. У нас 1184 избирательных комиссий участковых. Соответственно, тираж плаката – 1300 экземпляров. Это необходимый реквизит для оборудования помещений для голосования. Информация о кандидатах. Теперь добираться до работы и обратно домой в столице Чувашии станет легче. В городской администрации приняли решение об оптимизации маршрутов автобусов и троллейбусов. До микрорайона Садовый с разных концов города теперь курсирует маршрут автобусов номер 2 и 12. Второй автобус начинает свой путь с поселка Альгешево, а 12-й – с поселка энергетиков. Сообщение между Финской долиной и Новым городом налажено через маршрут номер 26. А первый автобус соединяет Новоюжные и Северо-Западные районы через три моста – Гагаринский, Сургутский и Октябрьский. Маршрут номер 8 закрыт. Данные изменения непосредственно были связаны на основании обращений горожан, которые проживают в микрорайонах новых, заселяются в новые микрорайоны. Поэтому я думаю, что данные изменения положительно скажутся как на маршрутной сети, так и на транспортном передвижении жителей города. С 1 сентября изменения затронуты маршруты троллейбусов. Путь троллейбуса номер 12 продлен. Конечной остановкой станет маштехнику. Маршрут номер 6 будет проходить с Новоюжного района через Игерский бульвар и проспект Мира. Далее по существующей маршрутной сети. Между администрацией города и жителями столицы налажена обратная связь. В настоящее время на базе центра пассажирского транспорта МБУ Чебоксара Телеком начала функционировать горячая линия, куда горожане уже сегодня могут по телефону 23-5199 позвонить и высказать свои предложения, замечания, жалобы, касающиеся вопросов организации транспортного обслуживания населения города. В ближайшее время решится вопрос о частичном изменении маршрута номер 65. Автобус будет проходить от микрорайона Садовой до торгового комплекса Николаевский. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. Самая талантливая молодежь России и зарубежья второй год подряд собирается на одной из главных творческих площадок страны в Крыму. Все лето во всероссийском молодежном форуме Таврида работают творческие смены. Участниками одной из них стали ребята из Чувашии. Юлия Шелтукова успешно защитила там проект и получила грант на его реализацию. На побережье Крыма с июля до середины сентября в семи тематических сменах активно работают и отдыхают участники военно-патриотических клубов, архитекторы, урбанисты и дизайнеры, актеры, композиторы и музыканты. Студентка юридического факультета ЧИГУ Юлия Шелтукова выступила в смене писателей, поэтов и критиков с проектом «Я читатель». Форум очень интересный. Он включает в себя очень много интересных площадок, где ты можешь познакомиться не только с выдающими личностями, уже в рамках неопределенных регионов, со всей России. Мы познакомились с Вяземским, познакомились с праправноком Льва Николаевича Толстого. Мне также удалось с ними немножко обсудить свой проект. Проект Юлии – интеллектуальная квест-игра для молодежи от 15 до 18 лет. Всю работу девушка организует совместно с большой командой волонтеров и библиотекарей при поддержке Министерства образования, а также администрации города. Все желающие старшеклассники должны пройти отборочный этап в своих школах. Самые лучшие попадут на квесты игры. Нам очень приятно, что в год литературы не только библиотекари, но и студенты стараются повысить интерес общественности к проблемам чтения. Яркий пример тому – интеллектуальная квест-игра «Я читатель», которая предложила провести молодая, активная, предприимчивая студентка. В рамках проекта «Я читатель» на станциях в городских библиотеках пройдут встречи с писателями и ветеранами войны, конкурс чтецов и буктрейлеров, урок словесности и дебаты. Подробнее с программой проведения игр можно будет ознакомиться на странице создаваемой группы ВКонтакте. Анастасия Лангина, Игр Зверев, Республика. Развивающаяся в Чебоксарах велоинфраструктура дает толчок новым развлечениям. Популярными становятся велоквесты. В рамках своего 11-летия в Чувашии компания «Мегафон» организовала приключенческую игру «Тропа мегагероев». В арсенале участников лишь велосипеды, гаджеты с выходом в интернет и собственная смекалка. К чему это может привести, смотрите в следующем сюжете. А я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашии». На тропу мегагероев встали 23 команды. Теперь их задача проявить чудеса логики и эрудиции. Собрать все подсказки, разбросанные в разных частях города Чебоксары, сделать это быстрее всех и стать победителем, настоящим мегагероем. Отправная точка велоквеста «Сквер» имени Василия Чапаева. Уже здесь ребята получили первое задание, которое привело их к другому национальному герою – Андриану Николаеву. Селфи с памятником и в телефоне уже новая загадка. Нам парня найти надо какой-то голубой рубашки и в наушниках. Не знаем, где найти его. Задания были необычными и разнообразными. Главное при поиске ответа мыслить оригинально и быстро. Найти молодого человека в наушниках днем на многолюдной улице – это довольно сложно. Ответ найден. Теперь его нужно отправить на специальный сайт. Чтобы у игроков не было проблем с интернетом, маршрута снастили 4G роутерами «Мегафон». Быстрота передачи данных порадовала всех участников. Но и сами они порой демонстрировали высочайшие скорости. В сквере на площади Республики участников велоквеста ожидало самое трудоемкое задание – проверка на слаженность команды. На многочисленных скамейках нужно было отыскать QR-коды, под которыми прятались частички одного слова. Сделать это в два счета не удалось никому. Велосипедисты долго блуждали среди удивленных отдыхающих. Команда «Экстерра» пошла на риск. Всего по двум подсказкам они решили сами угадать слово. И оно оказалось правильным – надежность. Такой ход обеспечил команде победу. С 12-го места они тут же переместились на первое. И быстрее всех оказались на заключительной локации квеста – корабле будущего. Но и тут их испытания не закончились. Сколько компаний «Мегафон» в Чувашии? 11. 11 – это правильно. Итак, теперь у нас ритуал посвящения. Придумайте девиз своей команды и прогласите его громко. Нужно встать на одно колено и прогласить девиз. Придумайте девиз своей команды. Все ради победы! Потрясающе, да, как всегда, великолепно. Спасибо «Мегафону». В этом году, в этот раз был быстрый очинг-квест. Кстати, да. Обычно со 2 мы ездили. Скорость такая, как гоночку проехали, прям небольшую сейчас. Пришлось выложиться. Команда «Победитель» справилась со всеми заданиями ровно за час. Такого результата не ожидали даже организаторы. Самых быстрых ждали соответствующие подарки – 4G-модемы для интернета, телефоны и популярные фирменные планшеты. Возможно, в будущем эти гаджеты помогут своим обладателям побить собственные рекорды. Субтитры создавал DimaTorzok